Вот когда читаешь действительно высказывание людей, которые добились нечто такого грандиозного, поражаешься, что это не просто какой-то тут болванчик сидит, это по-настоящему значимая личность. Джон Дэвисон Рокфеллер, легендарный американский предприниматель. Что он сказал? Умение общаться с людьми это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете. Действительно, умение общаться с людьми, чтобы они почувствовали какую-то пользу от вас, чтобы они почувствовали, будем говорить, потребность вас. И далее, далее уже, не хочу сказать, что вы как-то ими будете руководить, но тем не менее, тем не менее, тут заложен глубокий смысл. И благодаря вот такому общению можно построить действительно какую-то сеть, корпорацию, объединить это все с какими-то общими интересами, сплотить, направить, понимаете? А это все общение. Как вы подберете ключи к тому или иному человеку? И не важно, знаете, что вот именно подобрать и использовать его. Взаимное общение, оно обогащает нас. Главное, не бояться идти навстречу, общаться и взаимообогащаться. Ну, вот так это я рассылаю. Роберт Киосаки. Инвестор и писатель. Ну, понимаете, вот как говорится, вот как он, допустим, стал инвестором, писателем, знаменитым и успешным. Вот он сам как раз и рассказывает. Если вы не запланировали, как станете богатым, не запустили мысли в форму пространства, рассказать о своей значимости, рассказать о том, что вы хотите сделать, для чего вы все это хотите сделать, то, скорее всего, вы планируете быть бедным, что большинство и делает. Просто вы не подозреваете об этом. А для этого надо учиться, понимаете? Учиться, читать, как-то думать. Большинство людей планирует быть бедными, не задумываясь о такой постановке вопроса. Вот и все. Смотрите, какая интересная вещь. Человек вот так вот применяет этот эзотерический, можно сказать, закон и получает результат. Большинство не догадывается. А если догадывается, думает, он не работает. И вот тот, кто не верит, что он не работает, он у них и заработает. А вот я верил, и оно заработало. Заработало вот так хотя бы, вот так, понимаете. Верил бы я больше, я бы получил бы больше. Вот что удивительно. Билл Гейтс. Основатель и владелец корпорации Майкрософт. Идея, что время от времени необходимо пересмысливать бизнес-процессы. Понимаете? Не бизнес-планы, а бизнес-процессы. То есть быть в струе меняющихся, вот этих вот потоков различных, которые меняются постоянно. Чтобы сделать их более эффективными и исключать нерациональные элементы, актуально сегодня, как никогда прежде. То есть держать руку на пульсе того, что происходит. А для этого надо интересоваться. Не пивко попивать, а вот как-то интересоваться вот-вот-вот-вот-вот всем, что тут у нас творится в жизни. Потому он и Билл Гейтс. Билл Гейтс.